В живописном городке, окружанном пологими холмами, жил-был бродячий пёс по кличке Макс. Большую часть времени он проводил, бродя по улицам, всегда в поисках чего-нибудь поесть. Однажды днём Макс оказался возле оживлённой мясной лавки. Запах свежего мяса разносился по воздуху, заставляя его рот наполнится слюной. Пока он сидел там, устремив взгляд на сочные куски мяса, выставленные на прилавке, желудок Макса громко заурчал. Он знал, что владелец магазина был добрым и часто давал ему объедки, но сегодня. Макс хотел чего-то большего большой, хороший кусок мяса для себя. Макс составил план. Он сидел там, наблюдая за тем, как продавец обслуживает покупателей, и выжидая подходящего момента, когда продавец отвлечётся. Наконец, появилась возможность, владелец магазина был занят с покупателем, и Макс воспользовался этим шансом. Быстрым и бесшумным движением он ворвался в магазин, схватил зубами большой кусок мяса и выскочил наружу. Макс бежал так быстро, как только могли его ноги, не останавливаясь. Пока он не достиг окраины города, где через чистый ручей был перекинут небольшой мост, наконец, почувствовав себя в безопасности. Макс замедлил шаг и побежал через мост, всё ещё крепко сжимая во рту кусок мяса. Когда Макс шёл по мосту, он взглянул на воду и увидел своё отражение. В своём жадном уме он подумал, что это другая собака с ещё большим куском мяса. У этой собаки кусок мяса больше, чем у меня, подумал Макс. Если бы я мог получить этот кусок, я бы съел вдвое больше мяса. Не задумываясь, Макс открыл рот, чтобы рявкнуть на отражение, надеясь напугать другую собаку и отобрать у неё мясо. Но как только он открыл рот, кусок мяса, который он нёс, выпал и упал в ручей внизу. Макс с ужасом наблюдал, как мясо тонуло в воде и его уносило течением. Он лаял и скулил, но было уже поздно. Его жадность стоила ему всего, отражение в воде исчезло. И Макс остался стоять на мосту, голодный и не имеющий ничего, что могло бы вознаградить его усилия. Чувствуя себя глупо и раскаиваясь, Макс медленно побрёл обратно в город. Его желудок урчал от голода, но, что ещё хуже, на сердце было тяжело от осознания того, что он сделал. Когда Макс вернулся в мясную лавку, он увидел, что владелец магазина уже заметил пропажу мяса. Но вместо того, чтобы рассердиться, продавец просто покачал головой с понимающей улыбкой. Макс сел снаружи, низко опустив голову. В тот день он усвоил тяжёлый урок. Что жадность может заставить тебя потерять-то, что у тебя уже есть? С тех пор Макс стал более мудрым псом. Довольствуясь костями, которые дал ему торговец, и никогда больше он не пытался украсть. Ибо теперь он понял, что всегда лучше быть благодарным за то, что имеешь, чем потерять всё из-за жадности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!